В связи с празднованием Дня Крачаев-Черкесии, сегодня глава республики также вручил почетные звания и награды. Церемония по традиции прошла во Дворце культуры Черкеска на торжественном мероприятии, где чествовали наиболее отличившихся жителей республики, побывала шерифат Лепшокова. В этот день в зале собрались множество людей, внесших неоспоримый вклад в развитие республики. Это были деятели науки, культуры, медицины, представители власти и общественных организаций. Всех их с Днем Крачаева-Черкесии поздравил глава республики. Он поблагодарил собравшихся за труд, а главное за результаты, способствующие развитию республики. Приводятся в порядок улицы и населенные пункты. Прокладываются десятки километров автомобильных дорог, газовых магистралей и систем водоснабжения. В этом зале сегодня находятся и те, кто охраняет правопорядок, участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасает жизни и здоровье людей, учит и воспитывает наших детей. Спасибо вам всем за ваш профессионализм, за то, что неравнодушны к судьбе нашей малой родины, Карачаева-Черкесской республики, конечно же, нашей с вами большой, огромной, красивой, любимой стране России. Пожелав всем мир и благополучия, Рашид Тимрезов вручил почетные награды. Первым в зале обладателем ордена за заслуги перед Карачаевой-Черкесией стал труженик тыла Анатолий Гайкиев. Бывшую награду Карачаевой-Черкесии также получили первый заместитель руководителя администрации главы правительства республики Надежда Пивоварова и руководитель общественной организации «Карачаево-Халк» Руслан Хапов. Звания «Заслуженный врач Карачаевой-Черкесии» были присвоены врачу-педиатру Ирине Узденовой и стоматологу Исмаилу Кучкарову. Заслуженными работниками государственной службы стали председатель территориального избиркома Рубского района Сергей Терещенко и глава администрации Прикубанского района Мухаммад Аминчумаев. Ветерану сферы индустрии и туризма Евгению Кудели было присвоено звание заслуженного работника этой отрасли. Поздравляю всех с праздником великим, с нашим Днём в Карачаевой-Черкесии. Вы правильно сказали, нет лучшего места на свете, поверьте, я весь мир обездил. И сравнить даже не с чем. И сказать, что вот эта награда, у меня и правительственная награда есть, самая высшая награда в моей жизни. Как человек, всю жизнь проработавший в сфере туризма, он не мог не отметить огромные перемены, произошедшие в этой сфере. Евгений Кудели напомнил, что республика всегда славилась своими горными маршрутами. Если их возродить, то можно привлечь еще множество туристов со всей страны. На торжестве почетные звания и награды всего получили около 30 человек, среди которых был известный певец и музыкант Ренат Каримов. Ему присвоили звание заслуженного артиста Карачаева-Черкесии. Это еще больше для меня ответственности. Хотя я себя внутри и так считаю человеком, который представляет лицо нашего Кавказа перед всей нашей страной, и не только. А это официальное подтверждение и еще больше ответственности. В завершении торжества глава республики вновь обратился к собравшимся. Дорогие друзья, я еще раз очень митренно хочу вас всех поздравить, всех нас с праздником, с днем рождения нашей республики. Сегодня еще и 195 лет нашей столице, нашему любимому городу Черкесскому. И очень бы хотелось, чтобы мы и дальше вместе делали все для того, чтобы наш родной, любимый край развивался. Шельфер Левшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева-Черкесия.